всем привет вторая партия в новом режиме в шестой цели пираты этот раз у меня фракция как назвать жуткие пираты к жуткий пират попробую как в этот раз уже зная более-менее как тут все происходит будет пиратство цену а вам интересного просмотра кстати спонсоры эту партию несколько дней назад уже увидели спасибо им за поддержку так но вот тут явно надо а вот есть во первых ну стоит ли мне так ради сокровища вот мне бы найти корабль и его захватить вот это мне кажется первое действие в этом режиме я вижу корабль какой то они корабль город может ли там быть корабль рядом санта каталина блин а вот корабль лично плывем к нему и уже отсюда поплывем сокровища собирать все-таки не понимаю почему мне показывает города в начале да вот тут конечно проблема что содержание в отличие от накопителя за которое прошлое играл тут содержание будет по она правда за каждую атаку 10 золота вот за счет этого решать видите 10 золота каждый раз когда юнит вступает в бой чувак сам ко мне подплыл лично вот так это же так ахам он еще чуть и границы ну и что дали золото до дали все те же 170 видно сразу по борьбе кто атаковал этого помню изначально изначально привет как дела там тебе что-нибудь есть так могу ли я его уже метод кучу кучу маленьких островочков недостаточно урона небольшой а вот вижу вижу сокровище сразу судя по очкам борьбы только я такую кого-то пока что да пока что просто никого атаковать что мы еще не нашли ладно подожду блин ну жалко что тут корабль уехал о лично и уже кто-то раненый фигасе 200 золота и все да хорошо и захватить его пока нельзя ну смотрим уже у пигмея четыре очка битвы о подожди к дед бородет этом нет этот смысл французский тогда это мой давайте кто первой тут молодец все-таки мой он куда-то уплыл в мою сторону просто так хорошо нас уже два корабля так что теперь на момент но мне надо атаковать другие корабли то есть как бы вот через это я так понимаю за жуткого пирата надо играть правда вот прогулка по доске не очень прикольная ладно сейчас мы этого починим тут где-то так мне надо в город пополнить явно давайте я не буду пока грабить этот караван смотрю где-то еще но и видимо в этот город надо а этим кораблем интересно посмотреть серебряный путь как он выглядит так что ну вот он каждый раз изменяется я так понимаю вот смотри сейчас это желтая линия этот караван вот внизу находится и он плывет в верхнюю верхний правый угол чтобы свалить видимо как-то так может быть наоборот из верхнего угла в нижний мне не если это серебряный караван то это они везли золото и серебро из нового света в старый я понял я понял что здесь вообще происходит ну наконец-то поздравляшки спасибо а блин так имешь нечем будет его захватывать человек ему подплыл точно ты вообще как это придумал в смысле ну я не знаю я вот не сообразил например ну серебряный путь серебряный путь ну потому что это известная историческая хрень блин придумал два по истории да нет я помню что такое было но не сложил один плюс один кстати что у нас похоже рассинхрон а не нормально ну вот кораблик убили о пошли-ка а попробуем ну ну блин захватывать его нечем так а где у нас еще вон город по-моему да это с этой стороны наверное в него забраться можно ну вот тут даже дают десятку когда тебя атакуют но это слишком круто мне кажется даже эти атакуют таким образом ой блин там еще и город так я первый город хочу увидеть все вот так сделаем не хочу убивать пока этот корабль пока то есть я его захватить хочу а не убить а эти корабли не захватываются а то есть галеоны не захватываются получается у меня даже нету этого иконки попытаться его захватить может быть хп много или у тебя команды нет не команда как раз я специально чтобы его захватить съездил в город чтобы команду пополнить подъехал и а тут вот появилась иконка е блин как вовремя серебряный флот и не прямо за меня поздравляшки все что он тоже отремонтировался получается гопники налетели поеду я отсюда пожалуй за за сокровищем а блин я уже пополнил черт надо протакую город чисто чтобы не терять ходы так вот тут тоже видите какой то то есть он отсюда выплывает и постепенно плывет фига тут наехал и ребят так но метод вот тут мне кажется имеет смысл сейчас попробовать воспользоваться этой способностью а Да ладно, охренеть Слушайте, ну эти гопники тут серьезно за меня взялись Следующий ход после атаки от морского юнита Ход вражеский корабль получает минус 2 к перемещению Ну хоть какая-то пока Фитиль черной бороды Тут где-то логово буконьеров должно быть Надо сплавать Блин, а где прокаль... Ага, вот Может перемещаться после атаки Ну давайте Сделаем так Да блин, я атаковать хотела Он только в соседней клетке атакует Да ладно И... Надо... Я хочу этот флот... Ну, у меня... У меня способность моих пиратов именно через битву играть То есть мне надо атаковать каждый ход Вот то, что я потерял там... Вот он решил Тут мной всерьез заняться, я смотрю Классно Мне просто зажали Все корабли серебряного флота И убили Да тут вообще Меня тут тоже так мочат Серьезно Какая-то карательная экспедиция Да, и меня тоже так чуть не задушили Еле ноги унес У меня остался один береговой отряд И все Как у меня в прошлой игре Блин, не получается У меня флот будет чуть-чуть послабее Да нет У меня ты на 9 кораблей зажал О, получилось Мне похоже Отлично Тут будет бунт Так Ну слушайте Эта фигня работает Окей О, пигмея больше нет Да А так хотел сыграть Да блин Меня просто зажали Между Маленьким островом И одним этим Просто Небольшим островом Да Просто зажали между ног И отшлепали Ух уж эти Пираты Ух уж эти французы Блин Французы на этот раз Так Так вот Плывет Очевидно Серебряный этот А где-то тут Еще должна быть Еще Логово Буконьеров Мне кажется Ну потому что Тут они Плавали Нету Странно Попробуем Злого пирата Завалить Ну то есть Если только здесь Может быть Логово Но я не буду проверять Не знаю Вот стоит ли мне Из-за этого Жуткого пирата Грабить Караваны Вовсю С другой стороны В этом же и прикол Пиратов Они же Грабят Караваны Команде Скучно То есть Я могу Опять Хождение По И те же Неизбежен Через Ходов Класс Вот это Пояснение 30 Бесславных Пиратов Так Вот тут Серебряный Флот Будем ли мы Пытаться Его Поймать Я бы Попытался Конечно То есть Это вот Явно Вот тут Он плывет Да блин Он должен Должен Был Выжить Так У меня По Две Атаки Имеется Е За Жуткого Пирата Прикольно Ездишь Но мне Конечно Больше Кораблей Надо Правда Опа Где он Тут Что ли Плывет Так Мне надо Где-то Вот тут Его Поймать Мне кажется Давайте Сейчас у меня в течение пяти ходов, я так понимаю, плюс три к перемещению и плюс пять к боевой мощи, это как раз время, мне кажется, серебряный караван. Этот поймать, а потом этот. А я буду пиратом, гадом. Их поставлю. Ну, не хочу этого убивать. Пошли. Ага. Тут у нас защита плывет у каравана. А где сам караван? Хм. Что-то самого каравана не видать. Непонятно. А, он где-то тут плывет, тут он где-то сейчас плывет. Так, ну, мне надо эти корабли убивать. Не думаю, что Голландия сейчас будет меня атаковать скорее. Блин. Они к этим же с собой дерутся, реально. Там еще и англичане плывут. Так, я, наверное, все-таки французов буду пока мочить. Я по очкам. Ну, не то чтобы. Рядом. Так, значит, один караван тут, другой тут. Мне просто интересно, я еще не грабил эти караваны. Что они дадут? Ну, я бы не лез на рожон пока. Я бы вот тут, наверное, потусил. Ну, и где он? Не понимаю. А, вот, корабль с сокровищами. Собственно. Ну-ка. А интересно, я его должен захватить или мне достаточно его потопить? Это интересный вопрос. Знаете, давайте, пожалуй, не будем его трогать. Мне кажется, его захватывать надо. Ну, потому что логично. Это просто логично. Блин, если я подплыву, мне кажется, там уже убьют. Блин. Что-то туплю я с этими легенами. Ну, ладно, я корабли-то убиваю. Ух ты. Фигасия из Вильярмоса выплыла. Так, а куда Голеон делся? Не, не будем этого грозного пирата трогать. Вот он. Давайте я восстановлю команду. Отлично. Ускорим корабли. И должны захватывать... Вау. В первых, реликвия. Ну, фиговая. Так, вот, правда, мне его потопят, скорее всего. Да, значит, надо захватывать. Очевидно. Так. А где с сокровищами? Может, вот тут? Да. Корабль с сокровищами. Не хватает. Сейчас меня не проатакуют все. Ой, все, этот корабль тоже затонет. 1150. Да, там явно сокровища были. Нет, нет. А вот теперь я этот захвачу. Так. Где мы отремонтируем корабль? Здесь. Теперь этот туда, наверное, на помощь сейчас побежит. Мне надо этот корабль захватить. Или мне сначала кого-нибудь убить тут. Плюс два к перемещению. Зашибись. Плюс три к боевой мощи морских юнитов. Ну, я бы вот это плюс три к боевой мощи взял. А, я типа уже сейчас брал реликвию. Переименуем. Переименуем. Так, ну, пока вроде лидирую по очкам. Да, убили все-таки тут Галеон. Слушай, это они тут между собой воюют, кстати. Так. Я думаю, что нам надо отсюда выбираться. Хотя... Ну, видите, я выплыть не могу. С другой стороны... Давайте этого мы чеканем. И этого мы чеканем. Так, этим полечимся. Тут у нас есть апгрейд. Но я бы... Корабли убивал. Испанские. Или английские. Эти английские. Сюда на помощь подплыву. А, я могу апнуться все равно. Ну, я бы... Нет, давайте апнемся, ладно. Золото от победы в морском бою. Да. Я уверен, что они меня не могут. Даже если они все проатакуют меня. Ну, они тут между собой. И знаете, почему мне не стоило испанцев так? Потому что, мне кажется, я с ними не в войне. Спасибо. 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 А, так он тут атакует... Как раз вот так. Блин. Тут, кстати, этот корабль получил уровень, но... Я его не могу взять, потому что у него уже максимальные уровни. Блин, какой-нибудь смотаться надо бы. Да, веселуха. Убили мне тут. Жаль. Так, ну мне надо как-то выбираться из этой фигни. Я, конечно... Знаете, может он там... Карту найдем. Так, а этим вот сюда заплывем поремонтироваться. Да, кораблей немного, но я, конечно, набиваю очки на битвах. И золото тоже. А потом в конце надо идти и закапывать клады. Это все дополнительные очки. 25 золота за убийство дали. Ух ты. Плюс 10 золота в ход. Ну... Давайте вот к боевой мощи лучше морских юнитов. Так, поплыли. Сокровища. Ограбление торгового корабля дает дополнительные 50 золота. Пока нет. Может в конце игры и... Можно было бы. Но пока нет. Пойду эту еще... Исследую. Ух ты тут. Старого пирата мочат. Вау. А че так вас много тут? Ну, то есть проехать, а по идее, могу, да? Пуше корабль с сокровищами, блин, я на разряд сюда влез. Да, видите, столько очков. 321. Да это вот чисто на кораблях набил, видишь? На 100 больше. Да, сейчас... Борьба, да? Ну, то я... Я просто два галеона захватил, а там у них сопровождение. Ого-го. Подозвелся. Да. Ну, у меня тоже кораблей там... На самом деле я сейчас, грубо говоря, с одним своим этим плаваю. Флагманом. А что, да? Потопили мне. А, потому что тебя можно спокойненько найти... Спокойненько? Ну, давай. Давай, скажи мне город, мы там встретимся, давай. Монсеррат. Монсеррат? Хорошо. Нет, я вижу Санта-Каталина, Вельярмоса, Пардепе, Аруба. Открытие века. Можно несколько команд нанимать. Да, конечно. О, плюс еще одна дополнительная атака. Вот это точно надо поставить вместо фитиля, наверное. То есть у меня теперь все корабли могут три атаки делать. Да, ем. Так, выбраться я могу отсюда? Нет. Вообще, кстати, мне, наверное, стоит команду взять. Блин, еще два ху... Блин. Так, ну вот этому кораблю хана. Ну, я хорошее нашел сокровище, по моему мнению. Это очень неплохо. То есть у меня сейчас три атаки. Капера, например. О, выжил. Валим отсюда. Где, где, видишь? Ты вот... Ты вот возле французского шлепа был. А, ну да, там... Там плыл... Короче, там очень многое. Юнитов. Я бы тебе не рекомендовал. Давайте попробуем. Я постерегусь сейчас. Ну, я вам хочу сказать, что вот галеоны грабить, вот эти караваны, которые серебряные там и прочее, это выгодно. Видите, у меня 2631 золото. Я, конечно, там набиваю. У меня способность 10 золота за каждую атаку. Но... Это я не знаю. Ну, дай бог, если, может, 600 или 700 набил таким образом. Все остальное, это чисто два каравана этих. Но там важно понять, что его надо захватить, я так понимаю, а не топить. Именно захватить этот галеон с сокровищами. А там галеон будет? Да, там будет... Там куча кораблей. Если навести, то надо прочитать, что там будет написано корабль с сокровищами. И вот именно его и надо... мутузить. Нашел для игры. Этот черный флаг воплощение самого ужаса. Раз атака. Чаще всего. Два атака. Три атака. Зашибись. Мне очень нравится. Ой, блин, как же больно. Так, давайте вылечимся. Сейчас, сколько флагманов. Там будет написано корабль... Если ты наведешь мышку на корабль, будет написано, что у него сокровище. А, понял. Хотя, который вот поэтому потеплылок, да? Да. Да, но он не обязательно будет прямо вот на этой точке последней. Он где-то рядом с ней. Его захватить нельзя, поэтому просто убиваем. Так. Что тут? А есть у нас вообще какие-нибудь карты сокровищ? Жуткие пираты, да? Может попробовать... Плагин на ваших кораблях приобретает из-за орнамитинга. Да, да. Но я это не ставил. Это тебе, Катя, по-моему, выгодная реликвия. Почему? Я не помню, что там... А, ограбление торгового... Да, дополнительный 50 золота. Ну, конечно. Так. Мне, наверное, надо с этим кораблем с этим... И вообще команду бы мне... А, ну давайте... Сюда заглянем. А так, пока никто не выяснил, что значит, город, когда-то выжатый. Не-а. Я не выяснил. Ну, давайте туда. Так, тут вот явно еще один плывет. Вообще, у нас 15 ходов осталось. Ой, блин, нет. Не надо уже где-то высаживать моего пиратика, чтобы он сокровища прятать начинал. Мне кажется. Ну, тут, правда, буквально... Ну, 4 штуки вообще. 4 штуки, то есть... Я до места на 4 сокровища. Да. Надо будет постараться. Я просто не вижу где-то, чтобы было много... Видимо, тут надо высаживать где-то. Кракопушки. Плюс 1 к дальности шлюпов и бригантин. И плюс 5 к боевой... О, вот это надо... Ну, я бы перемещение оставил. Давайте вот вместо вот этого 3 поставлю вот это на 5. И плюс к дальности. Это вообще круто. На самом деле... Давайте вот так сделаем. И 1... 2... Так, теперь... Тут... 1... 2... Пока постоим. Тут надо... Вот этот плывет караван. Надо его грабануть, конечно. Потом там убить. Ну, блин, мне надо высадить, наверное... Какую-нибудь команду сюда. Мне кажется. Давайте вот так сделаем. Ух ты! Прям настолько далеко... А, это подплывать? Блин. Не понял. Сорян. А вот и корабль с сокровищами. Мы его тут встретим. Еще повышение. Ну, слушайте, тут прям... Жуткие пираты, конечно, круто дерутся. Кто Рока Бразильца завалил? Я. Печалька. Кстати, а пигмейт и тут? Да, да, я. А ты, когда вот проиграл, ты мог... Можешь наблюдать потом, что дальше происходит? Просто всю карту. Нет, у меня есть главное меню. И еще хотя бы один ход, но... Он, типа, серым горит. Не могу. Понятно. Наверное, спираттор может. О-о-о, пошла. Но у меня тут апгрейд есть. Поэтому я готов к этой атаке. Прикол. То есть ты завалил Рока Бразильца, и ко мне приплыл Буканьер Рок Бразилец. Как это? Новенький. А, у меня все-таки тут нету команды. Блин. То есть мне надо все-таки заехать. Ладно. Пойдем, Буканьер Фни, это я не хочу. Продолжение следует... Дает золото в зависимости... Нет, уже не хочу. Так. Я бы вот этих пиратов убивал, потому что они мне тут мешаются... Сокровища прятать. Это вот мне важнее. Чем с кораблями драться. И следующим ходом я сейчас должен, по идее, Галлеон захватить. Смотрим, у меня две двести пятьдесят два. Триста монет я всего лишь... Содержание каждого юнита меньше стоит. Не хочу. Это я не хочу. Вот, видите, где я говорю, что где-то тут. Нет, три атаки, конечно, это круто. Это мне очень нравится. И, собственно... Я даже не знаю, я по всем очкам впереди. Слушайте, а как так получилось, что вообще по всем параметрам впереди? Что вы чем-то занимались всю игру? У меня старт плохой был. Я долго ездил в дупле, ремонтировался. Я тут боялся среди трех городов, из которых сразу выплыли шлюпы. И начали тебя гнобить. А, я понял, что значит... Город готов гужатор. Ну, что? Это ты его когда полностью убиваешь, он не убивается, а стиль обратно восстанавливается. То, что там типа получается, разоряется вот так. Ну, и ты получил деньги какие-то за его захват? Я не знаю, чувствую. Я не понял. Я хотел бы захватить вот эти. Вы видите, что я опять рока-бразильца утопил? То есть, его утопил папа-смурш, теперь я опять утопил рока-бразильца. А, это реинкарнация. Да. Эх, пиастер, пиастер. Кто, где вообще территориально находится? Ну, зеленый я видел наверху. Я на севере. Ну, я вот... Ровно по центру на севере. А, там где саба и пор... Да, я вот прям конкретно около сабы просто плаваю. Я тут контролирую весь правый угол. Верхний, нижний... Я не знаю. Никого не могу найти. Да ну... Как-то ты хреново контролируешь правый угол. Там, вон, три страшных пирата плавают. Нет, туда я не поплываю. Там очень долго поплывать надо. Я что-то не хочу. Ага, шлюп сюда быстро. А, блин. Что за проклятые монеты? Я не хочу. Ну, я думаю, уже пора караваны просто грабить. И тут вот еще галеончик плывет с сокровищами. Им тоже займемся. Ну, я взял, чтобы высадить еще одного пирата, чтобы он сокровища прятал. Так. Ну, наверное, уже можно этих пиратов завалить. Еее. Сейчас будем тут сокровища прятать. Эй, а тут плыл ко мне... Караван сокрови. Кто его около Вильярмоса кто-то разграбил, да? Это не я. Признавайтесь. Вильярмос? Я вроде тоже не трогал. Или это вот этот плывет сейчас. Закопать клад. Начал клады закапывать. Говорю, начал клады закапывать. Да, очень... Ну... Нифига себе, я тысячу рублей закопал, что ли? Не, 600. Я перепутал. Блин, опять поменялся маршрут. Наконец-то я это... Убил. Кого? Да, блин... Это какой-то, очевидно, этот... Не умер лучший пират. Какой-то призрак. Возвращается, возвращается. Причем призрак лузер. То есть его все должны убить. Призрак лузер. А потом обратно погрузить на корабль. При большем желании. Ну да. Может захватить этот... Получается, могу разграбить свой клад? Не знаю. Я не мог. Ты, наверное, только... Еще два клада могу закопать. Нормально. Мальчик. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА просто валю все все любое и сейчас так это где у меня команда тут где корабль сокровищами вот он будет ограблен ну вот он прям ко мне и подгоняем план стать в верхний правый угол куда все золотоносные пути сходятся но не доплывает никто до тебя да да ничего ничего никого нет что такое так грабят сволочи какие-то на пути это вот мой остров сокровищ все все мои сокровища складированы тут и как бы нафиг закапывать просто сваливаем сундуки на острове пограбли наверно да у меня 330 очков золото 341 очко за борьбу и 100 очков за пиратов мне кажется мне кажется типа посмотрим надо было на этих пиратах сконцентрироваться те же за каждого этого пирата это грубо говоря 40 очков как минимум ну вот этих злых пи как они называются не знаю грозные пираты у тебя вот внизу среди 3 грозных пиратов плавают ты получаешь 40 этих даже даже не 40 там разное количество вот этих бесславных пиратов ну и соответственно это очки этот фрегат который захватил убили так 3 хода продолжаем сокровища прятать не знаю стоит ли мне захватывать караваны я бы корабли просто убил ближайшие сокровища в пределах 20 клеток вам ты сегодня что ли галлион да он галлин с сокровищами так есть предложение подраться так как вы подраться я только походи ну ладно все и походи ну интересно а игр если ты теряешь флагман игра заканчивается надо вообще все юниты потерять я в прошлой игре потерял флагман и осталась июня ты берегу а нам не так ты окружил меня такой ну давай все так теперь моя очередь минус 1 минус 2 да ёшки матрюшки что там да ты надоел не умирай не умирает да ладно пощади что это жаль это мы у меня даже убьет этот флагман но мне уже пофигу да мне кажется ты флагман не следующим ходом убьешь ну да потому что не вернусь не эх хореминут цепями своими в лицо бросать так я еще должен успеть один флаг закопать следующий последний мы тут подрались напоследок с накопителем но я типа те просто дал пострелять на самом деле ты мне даже не дал выстрелить моим флагманом ни разу я стрелял вот этими юнитами которые приехали вот эти два я просто стоял ждал флагман пока ты все постреляешь посмотреть у меня в реликвиях там что-то плюс ну серьезный такой плюс к силе и плюс еще у меня вообще три атаки заход было за это заметил нет но вообще конечно что-то в этой игре очков намного больше прям просто поняли как играть просто разобрались нет имею виду почему такая разница в счете итоговая в прошлый раз как-то и затем плюс 80 что ли было а тут прям я бы не сказал что что-то прям сверх такого делал нет каждая борьба это одно очко всего лишь по моему ой кто-то вылетел а пита пигмей вышел общу пигмей только сейчас вышел давайте заканчивается его главными заканчивается на поражение еще одна ачивка сценарий поинтересно конечно чем частность ведущие ну чё красная смерть уже неплохая была ну да давайте глянем количество сражений вот к эти количество сражений настолько так а ну вообще тут англия вторая а нет так у меня по сравнению с вами конечно у тебя 400 не с эти количество сражений вот тоже точно именно столько ли сколько с накопителем один в один по сражениям например вот у меня золото что-то дофига было опять что-то накопитель ты что-то не то делал ты смотри а чё ты а чё ты закапывал золото крана у тебя же там три процента к золоту тебя дабыло закапывать только в самом конце где там три процента каждый ход количеству золота потери на юнитов примерно одинаково ну ладно спасибо за игру я на сегодня все в принципе режим интересный спасибо что досмотрели до конца я алексей халецкий тот кто сделал это видео пользуясь случаем хочу попросить вас поставить лайк оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или социальных сетях а также посмотреть другие мои видео ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране играйте в умные игры и всем пока